Начало боевых действий Российский С-400 в Крыму Все развивается очень непредсказуемо King Tiger A.S.D.Chon, Китай 22 июня 2018 года В последнее время Крым стал головной болью многих стран С 2014 года Крым стал местом противостояния США и России Любые военные операции в этом регионе несомненно привлекут к себе большое внимание и вызовут определенную реакцию Недавно в Крыму Россия разместила свои новейшие зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» Неужели Россия готовится к широкомасштабным операциям? По сообщениям Reference News, ежедневная газета, издаваемая в Китае информационным агентством Синьхуа, примечание перевод От 19 июня, войска противовоздушной и противоракетной обороны России опубликовали фотографии военных учений в Крыму На фотографиях были изображены имитаторы зенитных ракетно-пушечных комплексов «Триумф», которые были похожи на настоящие комплексы, как две капли воды Даже на небольшом расстоянии их очень сложно отличить от настоящих комплексов На опубликованных фотографиях надувной имитатор было практически невозможно отличить от настоящего зенитного ракетно-пушечного комплекса, который стоял рядом с ним Нельзя и представить сколько ошибочных сведений дошло до Запада через различные информационные каналы, которые сообщали о большом количестве комплексов С-400 на территории Крыма А данный маневр имел не только тактическую, но и стратегическую цель Во-первых, Крым для России представляет очень важное значение, а поэтому Россия его уступить не может А западные страны, в свою очередь, под предлогом присоединения Крыма России не упустят возможности создать проблем для России Украинский вопрос – это важный инструмент, применяемый западными странами для оказания давления на Россию, а присоединение Крыма – это ответ России на давление Запада Поэтому можно определенно сказать, что ни одна сторона не уступит Крым Россия в целом придерживается оборонительной политики, а поэтому основная краткосрочная цель России – это занять прочную позицию в Крыму Не поиграв мускулами, очень сложно добиться этой цели На самом деле, западные страны не ожидали, что Россия так быстро предпримет какие-либо действия Благодаря своей внезапностью Россия добилась такого успеха На Западе есть большое количество людей, которые хотят вернуть Крым Украине А поэтому лучший способ заставить Запад отступить – это продемонстрировать всю мощь российской армии Наилучший способ сделать предупреждение Западу – это разместить зенитное оружие, так как Запад не будет действовать без поддержки военно-воздушных сил А размещение лучшего зенитного ракетного комплекса на территории Крыма окажет серьезное давление на западные страны Имитация таких комплексов сможет создать искаженное представление о их точном количестве Тем самым западные страны потеряют свою уверенность Более того, использование имитаторов затруднит западную разведку, которая не сможет узнать точное количество настоящих комплексов Вполне возможно, что российская армия всего лишь пускает пыль в глаза, а в действительности не имеет на вооружении большого количества комплексов Однако также возможно совершенно противоположное, а именно, что Россия намеренно демонстрирует фотографии с имитациями с целью скрыть большое количество комплексов в Крыму В целом, имитировать можно различные вооружения и технику Имитация также может иметь и разные цели Например, заставить противника ошибочно полагать, что у тебя больше или меньше вооружений На войне не возбраняются хитрости Русские применили великолепный классический прием, который привлек внимание всего мира Будущее покажет нам еще больше интересных маневров Субтитры создавал DimaTorzok